Я уверен, что ты, как и я, наверняка мечтал или планировал провести свой отпуск на круизном лайнере, путешествуя по морям и океанам и узнавая новые города и страны. Что за глупый вопрос? Только человек, не любящий путешествовать от слова совсем, откажется от такой шикарной возможности. Но что делать, если ваши планы нарушил вирус, и вы вынуждены постоянно мыть руки и сидеть дома, вместо того, чтобы наслаждаться приятным морским призом, стоя на палубе шикарного круизного лайнера в ожидании новых приключений. Выход есть. Смотрим видео про топ-5 самых новых круизных кораблей, которые начнут свои походы после всемирной победы над коронавирусом. Если этот год не придумает ничего новенького, конечно. Реально, мне самому бы очень хотелось хотя бы раз постараться попасть на такой корабль. Ну что, поехали! Я рад приветствовать вас на своем канале «Круизные путешествия». Меня зовут Владимир. И если ты еще не подписан, то не забудь подписаться и отклинировать колокольчик, чтобы быть всегда в курсе самых последних новостей из мира круизов. И, пожалуй, не стоит воспринимать этот список лайнеров как от худшего к лучшему. Они все разные. Каждое судно имеет свои фишки и особенности, свои плюсы и минусы. Мы сегодня расскажем о том, что в этих кораблях есть интересного. Номер 5. Ритц Карлтон Эврима. Известная компания роскошных путешествий Ритц Карлтон строит свое новое судно из коллекции Супер Яхт. И называться это чудо будет Эврима. Вместимость всего 298 пассажиров, относительно небольшая, но, как мы знаем, меньше народу. Название дали, исходя из греческого слова «открытие». Дизайн люксов сделан в современном скандинавском исполнении, поэтому те, кто переберет со спиртным в номере, попадет сразу в Вальхаллу. Но это не точно. Есть широченные террасы. Площадь кают начинается от 100 квадратных метров, что довольно неплохо для современных круизных лайнеров. Но это все скажете сухие цифры и факты. Этот круизный красавец сможет вас удивить. Лайнер с 8 палубами будет иметь крутой пейзажный бассейн на корме и пристань для водных видов спорта. Вы можете резвиться в воде, пока плывете по воде. СПА с пятью комнатами для процедур и шесть ресторанов. Шесть ресторанов, Карл. Главный зал. Азиатский ресторан «Талат Нам». Си для дегустационного меню от Мишлен, шеф-повара Старт Свен Эльверфельд. Ресторан средиземноморской кухни на свежем воздухе «Мистраль». Пулл-хаус для неформальной трапезы по меню. И «The Living Room» для закусок рано утром. Кому не спится и поздно вечером. Видимо, для тех, кто на суше любил вечерком заглянуть в холодильник. Номер 4. «Silver Sea» – «Silver Moon». Он очень похож на своих собратьев «Silver Muse» – «Silver Moon». Вместимость – 596 пассажиров, покрупнее. Причем все каюты – класса люкс. Гастрономическая планка этого корабля перешла на новый уровень с уникальным кулинарным концептом «Sea and Land Taste» от бывшего шеф-редактора Савьор Адама Сакса. Возможно, эта информация мало кому что скажет, но компания «Silver Sea» ерунды не посоветует. На «Silver Moon» будет 7 ресторанов – от французского до традиционного японского. Каждый найдет для себя еду по вкусу – от круассанов и до суши. А вот готов поспорить, что ресторана русской кухни там не будет. Настоящая пицца в лучших традициях Неаполя и блюда в стиле тапаз в сочетании с джазом любители этой музыки оценят по достоинству. Но у нас с вами, опытных круизеров, количеством ресторанов уже не удивить. Именно поэтому для любителей тусовок клуб «Ладольче Вита» «Красивая жизнь» будет делать праздник и веселье ночь напролет с крутыми диджеями. Только представьте, атмосфера самого современного модного клуба, где вас окружает только свобода и, возможно, с кем-нибудь познакомиться, если вы понимаете, о чем я. Идем дальше. Чем нас будет завлекать следующий претендент? Пункт 3. Карнивал Марди Грасс Карнивал Марди Грасс – первый лайнер в своем классе, хотя он назван в честь самого первого лайнера компании «Карнивал». Что нас ждет на борту? Шесть тематических областей с развлечениями, барами и ресторанами. Есть «Гранд Централ» – трехэтажный атриум с окнами от пола до потолка. Вы только представьте эти размеры. Зрелище незабываемое. Готов поспорить, что оторваться от подобного не получится. После того, как вы насладитесь всей красотой атриума, так что же нам предложат поесть и выпить? Итак, французский квартал с барами и закусочными, в том числе «Бистро Эмериль 1396». «Саммер Лендинг» – кормовая зона бассейна с коптильней и пивоварней. «Гайс Пик» и «Анкор». «Ла Пьяцца» – пиццерия и итальянская кухня. «Ли До» – основная зона бассейна с непринужденными закусочными, такими как «Шакс Биг Чикен» и «Блю Игуана Кантино». Но и это еще не все. Вы были когда-нибудь на американских горках? Да, наверняка были. Во многих городах сейчас есть лунопарки с аттракционами. А на американских горках на лайнере в открытом море? Таким достижением пока еще никто не может похвастаться. Ведь Ultimate Playground будет первой американской горкой в море в мире. Согласитесь, приятно быть первым. Я даже слабо представляю, что же можно придумать еще такого, что станет отличительной фишкой этого лайнера от других. Но встречайте наш следующий круизный красавец. Номер 2. «Кристал Эндевор». Роскошные экспедиционные круизы – это цель создания «Кристал Эндевор», рассчитанного всего лишь на 200 пассажиров, построенного в соответствии со спецификациями «Полар Класс» и оснащенного лучшими удобствами от «Кристал Круизос». Каюты на лайнере, целые апартаменты с балконами. Ну и что, спросите вы? А ко всему этому будут прилагаться еще и услуги Дворецкого. Не как в комиксе про Бэтмена, конечно. Но сервис на круизных кораблях однозначно выходит на новый уровень. Ну и в дополнение на «Эндевор» будет 6 ресторанов, в том числе от шеф-повара Нобу Мацухиса, зона отдыха со стеклянной крышей и бассейном и экспедиционная команда из 25 человек, которая будет сопровождать нас на берегу в самых отдаленных уголках планеты. Любители экстремальных экспедиций, ваш выход. И завершает наш список самых новых и крутых лайнеров, конечно же, мой любимый Royal Caribbean. И у него тоже есть чем похвастаться, и еще как. Royal Caribbean Odyssey of the Seas. В тот момент, когда вы подумали, что лайнеры Royal Caribbean не могут стать еще больше и авантюрнее, встречайте Odyssey of the Seas. Впервые в круизной линейке класса Quantum Ultra Class лайнер будет иметь чрезвычайно красочную верхнюю палубу, наполненную широченными возможностями для семейного отдыха, как в помещении, так и на открытом воздухе. А особенностью имена этого круизного лайнера стала игровая зона SeaPlex, крупнейшее в мире крытое пространство для активного отдыха в море с гоночными картами. Внимание для любителей позависать в виртуальном мире. Скучаете в отпуске по своей игровой приставке? Это вообще не проблема. Этот лайнер оборудован самой современной комнатой с играми виртуальной реальности и стенами дополненной реальности. И это еще не все. Скажите, вы когда-нибудь думали, что можно прыгнуть с парашютом не из самолета, а в море во время круиза? Теперь это возможно. На борту будут развлечения фавориты Royal Caribbean. Стеклянная капсула North Star, Ripcord от iFly, имитирующая прыжки с парашютом и батут Sky Pad. Желающие испытать ощущение свободного падения в безопасной арет-трубе под присмотром опытного инструктора вам на заметку. И в дополнение, Odyssey of the Seas также будет иметь двухуровневую террасу с двумя бассейнами и четырьмя гидромассажными ваннами. Аквапарк с плашевой бэй для детей младшего возраста и солярий только для взрослых. На корабле вы также найдете другие традиционные развлечения класса Quantum, такие как Music Hall и Lounge Salon. 15 ресторанов и 7 баров оставаться трезвым и голодным будет невозможно. Согласитесь, такие современные решения в круизах зададут совсем другой оборот вашему отдыху. Надеюсь, вам было интересно узнать о новых особенностях и заманухах новейших круизных лайнеров. Если вам понравился этот ролик, не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться с друзьями, включать колокольчик. Но если у вас остались еще какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь их задавать, пишите в комментариях, мы обязательно на все ответим. Субтитры подогнал «Симон»!